Боже, спасибо вам за Тебя, за новый день. Спасибо за солнце, которое светит на улице. Спасибо за то, что Ты даешь нам новые дары. Что мы можем быть сильными сегодня. Я прошу, чтобы наш разум, наше сердце было открыто для Тебя. Дай нам понимание, чтобы за Тобой идти и слушать, что Ты хочешь нам говорить. Чтобы мы могли быть Твоими свидетелями. И покажи свою силу. Во имя Шо. Аминь. Аминь. Моринь. Моринь. Мы сейчас в книге Деяния, 4 глава. Заканчивая 4 главой и начиная 5. Эта часть Библии может быть распределена на 4 части. Говорится о собрании святых. Хороший пример это Варнава. И плохой пример это Ананайя и Сафари. И потом мы можем видеть. Что мы будем делать сегодня? У нас будет всего лишь два урока сегодня. И третья. У нас будут вопросы. Мне нужно на самолет. Но все же. Давайте посмотрим, как далеко мы сможем пойти. Когда история Ананайя и Сафария начинается в chapter 5. Мы в chapter 5? Да. Когда мы начинаем говорить Ананайя и Сафарию. Последние стихи 4 главы дают основание общей. Общую картину. Мы начнем тут, там. Мы начнем тут, там. Четвертая голова с 32 по 35 стих. Окей. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскрешении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостола, и каждому удавалось в чем, кто имел нужду. Окей. Тут мы видим характеристику общества верующих. Как они были в начале. Первое, что мы можем сказать, это единство Духа. Тут мы можем видеть единство того, как они жили и как они молились на то время. Говорится о множестве верующих. Как мы говорили, оно собой представляло те 120 человек, которые были в начале. Во второй главе уже покаялись три тысячи. И пять тысяч мужчин, в четвертой главе, не считая женщин. И есть минимум восемь тысяч христианских евреев. Это примерно хороший размер. И даже несмотря на то, что их было так много, мы видим, что было неимоверное единство между ними. Говорится, одно сердце и одним разумом. Я верю, что это одно из таких вещей, к чему нам надо стремиться, как общество верующих. И мне кажется, вот эта часть, люди игнорируют этот момент. И я понимаю, что нам не всегда нужно думать как все, как одинаково. Но должна быть же единство это. Окей? Мы можем сказать, что на это время в церкви не было никаких негативных коррупций. Поэтому единство это одно из главных вещей, когда вы создаете общество верующих. И второе, что мы тут видим, то, что у них был дух как бы делиться. Это характеристика церкви первого века. Тут написано, что никто не говорил, что это ихнее. Это было то, что как бы... Нет, это было то, что было у них в крови, как бы... У них они думали... Это было так, как они себя вели и думали. Это для них не было ничего странного. Как для многих из нас сейчас. Мы сейчас думаем, это мое, мое это, мое то. Да? Но тогда... Они жили тем, что плод духа просто жил в их сердцах. Они давали. Как мы будем видеть дальше. Это не говорит, что у них не было имения. У них было имения. Но они давали так, чтобы эти имения были на готове, что их могут использовать. Это так выглядит, что если у меня есть машина, а у моего друга нет машины, то ты готов поделиться ею. Чтобы человек мог этим пользоваться. Они были материалов. И у них были, как и финансовые имения вместе. Потом есть третий, это они были свидетели апостолов. Третья характеристика этого общества был апостолическое свидетельство среди них. И оно было с великой силой. И сила тут означает, что... И сила тут в греческом означает тот, который может делать чудеса, показывать чудеса. И это пришло как ответ на их молитвы. И это тоже говорит о том, что у них молитва была часть их жизни. И как мы читали раньше, они каждый день приходили вместе и молились. Чтобы слышать учения. Чтобы они могли расти. Это действительно, в многих местах сейчас, что это пропускают из наших церквей. Я был во многих церквях, и если вы придете на молитвенное, очень мало людей на самом деле. Это в основном в Европе. Это реально радовало мою сердце, когда я первый раз приехал. Это было пятница после того, как я приехал. Что у вас была городская молитва. И было очень-очень приятно видеть столько людей там. К сожалению, это очень большая редкость во многих местах. Но если мы начнем это видеть, я верю, что мы будем видеть о тех пробуждениях, которые тут написано. Будет освобождение силы. Когда я верю, что все приходит по Божьему списку, по Божьему плану, это высвобождает силу. Если мы боимся что-то делать из-за каких-то причин, тогда мы не будем видеть силы. Мы видим, что тут апостолы делают все чудеса. И когда мы дальше будем читать, вы дальше будете видеть, это потом продолжалось через возложение рук. Это было в том числе с Стефаном. И мы видим, что это то, что будет расти. Вывод их проповедя, это было воскрешение. Потому что они видели, они были свидетелями. И вот что они на самом деле как бы выкладывали. И это было одно из самых больших свидетельств о том, что Иисус есть Мессия. И как мы видим, это была одна из самых больших проблем, что зацепилось с первыми священниками, с Синдрионом. Чтобы сделать вывод такой, у апостолов была сила из-за двух причин. Первое, из-за молитвы. И второе, из-за того, что у них была авторитет, чтобы использовать все, что им было дано. Они не пытались стать богатыми, но они были главными и у них над тем, как распределить деньги. Четвертая характеристика характеристика этого общества христиан, что они что? Они не пытались стать богатыми. Они отрадовались тому, что Бог их принял. Все поняли, да? Да? Это говорит, «И великое благодать было на всех». Верси 33. И написано, «И великая благодать была на всех них». Это слово «благодать» учит что то, что они получали, нельзя было как бы объяснить. Она приходила к Богу, потому что он хотел. Okay. The evidence of their spirit of community. Evidence. Evidence that demands a verdict. What? Evidence that demands a verdict. It's a book by Джос Макдала. свидетельство того, что The evidence of what, again? The evidence of their spirit of community. Свидетельство о духе их общества было показано в трех вещах. Первое. То, что Бог им давал, то, что они ни в чем не нуждались. Окей. Это говорит, что в 4 стихе, не было между ними никого нуждающегося. Потому что Бог благословлял, Бог все увеличивал. The means of this provision, the means, secondly, the means of this provision, explain. How it was provided. Это больше как вопрос, знаешь, как Бог давал. Окей. For as many has possessions, it says, and lands they sold and brought them so that everyone would have what they needed. Так как вопрос, Бог давал так, что у людей было имение, и они могли продать, и все же иметь имение, но они продавали и давали обществу, чтобы люди могли пользоваться. It says, all the money realized in this way was brought to the apostles. Again. All the money realized or brought in this way was brought to the apostles. This was a recognition of the authority of the apostles. The Greek tense allows for the translation to read something like this. Selling they brought from time to time as it was occasioned by the reason of need. In other words, they did not necessarily bring all of the money at once that they received. that they would do it sometimes a little bit at a time. They would do it sometimes a little bit at a time. As the needs were made known. But they would always work through the apostles. It's important that we understand this, because when we come to the story of Ananias and Safiri, because when we come to the story of Ananias and Safiri, it explains some things for us. Ananias and Safiri, it's important that we have to do it sometimes. Okay. Thirdly, the distribution. They distributed it according as there was need. some have tried to base a doctrine of communism upon this passage. But this was simply charity, charity or deeds of love, based on the teachings of Yeshua. Okay. Why can we know that it was not a form of communism? Firstly, we see that it was voluntary. Yeah? In Acts 5, 4. Okay. Secondly, the Greek tense indicates that varying portions were sold according to the conscience of the individual. According to other events. Yeah? That's Acts 4, verse 34. It was not just necessarily a one-time act. Okay. Thirdly, this action was based partly on a misconception concerning the second coming. What do you mean? I will explain. Okay. I need to explain to them because they won't understand. Okay. There was a strong feeling that Yeshua would definitely return in their lifetime. Okay. Okay. They did it because they believed that Yeshua will come when they will see that Yeshua will come. Okay. Do you understand? Do you understand? Yeah. So they basically try to prove that they're waiting for him every second. Yeah. So what their feeling was okay, Yeshua is coming back soon. I don't need this stuff. Let's make sure everybody says what they need. Okay. This happened also in the 1960s. There was a great movement in the church thinking that the return of Messiah would be very, very soon. And it was in that period of time also the many, let's say, communities based on the principle that everybody shared everything. Mostly in America and England but in some other places as well. The expectation that Yeshua would come soon removed how can I put this it removed the feeling of okay, I need to keep everything for myself. If we have an expectancy that Yeshua will come soon, is it important that we have so much? You're not going to take it with you. You won't need it. The streets are paved with gold, it says. Okay. There's a little story there. See if we get around to that sometime. Okay. Although we can see very clearly that Yeshua himself indicated that this was probably not going to be the case. that Yeshua prophesied that Peter would die before his second year. In John chapter 21. There was a little bit of misunderstanding maybe at that particular time. But it was also an enthusiasm of heart. But it was an enthusiasm of heart. Yeah? And that also led to the proclamation, to the fire and the desire to proclaim the gospel. to the people who wanted the fire of the Holy Spirit. Okay. What would you do? The question is often asked. What would you do if you knew that Yeshua was coming back tomorrow? What would you do if you knew that Yeshua was coming back tomorrow? Okay. You can think about that for a while. You can think about that for a while. But it's an interesting concept. It's an interesting concept. Okay. The fourth thing that we can find here was, as far as we can see from Scripture, limited to the congregation of Yerushalayim. Again. Okay. As far as we can see from Scripture, this practice was limited to the congregation of Yerushalayim. Again. Okay. We don't see this being applied to the other churches as they grow. Okay. If we read in Scripture, if we read in the book of Acts, we don't see that this was a general practice within the churches. We don't see that this was a general practice within the churches. what we do see at one point was that there was a collection in the other churches for the saints at Yerushalayim. There was what? There was a collection. There was a ingathering of monies. You find this in Paul's letters. You find this in Paul's letters. Yeah? Okay. You all know about this, right? Okay. Good. The fifth thing we find here It seems to be not quite the right way to go away at things. It seems to be that it was not the right way to go away Okay? Because at a particular point the church or the congregation of believers in Yerushalayim became very poor. After everything had been sold and distributed there was nothing left. The poverty caused them to fall into a need or yeah, caused them to fall into need to need the help of the Gentile churches. Okay. So, it was it was not just the idea of okay, you had to the idea of sharing everything is good. Yeah? 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 But it still has to be managed but it still has to be managed and because of their expectancy we won't need it they used it all up. Yeah? Okay, that was their mistake. Yeah? Okay, that was their mistake. Yeah? What I was telling you was then they had to be money had to be collected from the Gentile churches and this you find in Acts chapter 11. the references for this are Acts 11. 27 to 30 Acts 24 verse 17 Romans 15 verses 25 to 27 and Galatians 2.10 Okay, so we can see that there was not the idea to develop a sort of communism but there was a heart to have a community of caring for one another. but there was a group of people that would be who would for each other not to be to be worried but to be worried Okay, now we take a look at the example of Barnabas. We're in Acts 4 36 to 37. We've seen a general account of what was going on in verses 32 and 35. Now, as it were, Luke turns the spotlight on a special example. Okay. The example of Barnabas is not only special because of what was done here. Although that is true enough but because of the role he plays later in the book of Acts. So in verse 36 and 37 it says, Thus Yosef, whom the emissary is called Barnabas, which means the exhorter, a levier of an 80s of Cyprus sold a field which belonged to him and brought the money to the apostles. What is the background of Barnabas? His Hebrew name was actually Yosef. Его еврейское имя это было Иосиф. But the apostles renamed him Barnabas. Но апостолы назвали его Варнавой. It's a Hebrew title and could be translated in two ways. Son of exhortation. Someone who is always encouraging. Нет, 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 нет. То, что объяснять не надо, вот, вот. Нет, да, это как сын учения. Нет, это человек, который приходит и ободряет. Сын ободрения, сын учения. Вот это вот одно из вещей, как можно правильно его имя переводить. Это тот человек, который все время ободрял. Ты сделал это хорошо. Давай помоги, давайте, идем со мной, я тебе помогу с этим. Мы забываем о таких личностях. Мы говорим, ты не то сделал, ты там что-то пропустил. Да? Да. Давайте мы начнем это поднимать, учиться. А второе, это сын утешения. Так мы оттуда можем понять, что этот человек, который там мог прийти, если у кого-то было плохо, он мог взять обмен и сказать, да, ничего, все будет хорошо, мы проживемся. Это то, что мы тоже иногда пропускаем. Не хватает людей, которых могут прийти и ободрить и утешить. Мы можем видеть, что апостолы видели сильные моменты и дары в нем. И вот почему они дали ему это имя. Кем он был? Он был левитом. А его национальность? Он был из Кипра. Он был евреем. Который верил, что Ешуа есть Мессия. Он был левитом. И он был рожден и вырос на Кипре. Но хоть он сейчас жил в Иерусалиме. Мы знаем еще много о Варнаве. Дальше читаю. Двадцать четыре раза его имя повторяется. Это первый раз, когда его имя высвечивается. Но еще пять разов мы читаем его имя в других книгах. Иерусалим. Первый Коринфянам 9, 6. Галатам 2. С первого. 9. В первом стихе, в девятом стихе, и в тринадцатом стихе. И в Колоссянам, 4, verse 10. Мы также знаем, что он является двоирным братом Иоанна Марка, который является автором от Марка. И в этом мы читаем Колоссянам 4, глава 10 стих. Он также был человек, который посвятил в Иерусалиме или коммунити в Иерусалиме к получению Иерусалима Иерусалима. 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 И вы видите, что это тоже был тот человек, который утверждал и упрекал Иерусалимскую церковь, чтобы они приняли Павла. Вы это прочитаете в 9 главе Диане, 27 стих. Это когда Павел приходит в Иерусалим из Дамаски, который говорит, что он верующий. Потом Варнамо был послан от церкви Иерусалима чтобы посмотреть, как неевреи покаялись в Антиохе. Это в 11 главе 19-24. В 11 главе Диане 24 стих написано, что он полон Духа. Это значит, что он был человеком, который был контролируемым Духом Святым. Это тот человек, который принес Павла из Антиоха чтобы он мог начать свое сражение. Это тоже в 11 главе Диане. According to Acts 14 verse 12, когда мы читаем 14 главу, 12 стих, он был таким, очень красивым. потому что в Лайстре он был taken to be the god Jupiter или Zeus. Его хотели they wanted to what? Они думали, что он бог Zeus или Jupiter. Okay? Both Jupiter and Zeus are portrayed in statues as being very good-looking strong fellas. Okay? And according to Acts 14 verse 14, he also had the gift of apostolship. Like Paul and James and James and Jacob. Okay. We'll take a break. and see you sort of you next time.